Машиностроительный факультет, кафедра нанотехнологии и металлургии. Авторы. Старший преподаватель, доктор PhD, Щербакова Елена Петровна. Старший преподаватель, доктор PhD, Дустаева Абдак Мухамедиевна. Докторант Алина Арыла Алтынбековна. Лекция номер пять. По дисциплине «Современные наукоемкие нанотехнологии» на тему «Методы измерения, исследования и формирования наноструктур». По специальности 7М07204 «Металлургия». Цель дисциплины «Современные наукоемкие нанотехнологии» ставит целью обучить будущих специалистов основам теории и технологии производства наноструктурированных материалов. План лекции. Первое. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Второе. Формирование вантовых точек посредством самоорганизации при эпитаксии. Третье. Нанолитография. Четвертое. Импринт-литография. Молекулярно-лучевая эпитаксия. В методе молекулярно-лучевая эпитаксия. МЛЭ. Пучки атомов направляются в сверхвысоком вакууме на нагретую подложку, где производится синтез, соединение и рост эпитаксиального слоя. Источники пучков, атомов — это испарительные ячейки. в каждой ячейке содержится свой материал. Испарительные ячейки называются эфузионными ячейками кнутцена. Эфузия — это медленное истечение газа через малое отверстие. На рисунке 2,8 показана схема эпитаксиального наращивания и общая схема камеры. Основные элементы ростовой камеры основные элементы ростовой камеры показаны на рисунке 2.8 А, где первое – это источник нагрева подложки. 2.4 А, где первое – это испарительные ячейки для компонентов наращиваемого соединения. 3.5 А, где первое – это зона генерации атомных пучков. 2.5 А, где первое – это зона смешивания пучков. 3.5 А, где первое – это зона эпитоксиального роста. 4.5 А, где первое – это зона генерации атомных пучков. 5.5 А, где первое – это зона генерации атомных пучков. определяется интенсивностью пучков, которая задается температурой в ячейках. Состав можно менять после завершения формирования каждого слоя. С помощью заслонок под номером 3 можно включать и выключить любой атомарный поток, создавая резкий профиль изменения состава в гетеропереходе. На рисунке 2.8b камера сконструирована из нержавеющей стали. В ней поддерживается высокий вакуум, давление 10-10 и 10-12 паскалей. Каждая ячейка окружена криоэкранами, охлаждаемыми жидким азотом. Вторая крио-панель расположена по периферии камеры. Подложка расположена на вращающемся держателе, несущем ее и устройство подогрева. Повышение однородности растущего слоя. Достигается вращение подложки. Оно передается от специального двигателя через ось. Контроль вакуума осуществляется измерителем. В камере имеются смотровые окна, вакуумный шлюз для смены образцов, электронная пушка и флуоресцирующий экран. Они используются для контроля роста, качества поверхности, ориентации поверхности и постоянной решетки непосредственно при эпитоксии. Скорость роста равна 1 монослой в 108 секунд. Это примерно 1 микрокилометр в час. На растущей поверхности происходят следующие процессы. Первое. Адсорбция поглощения поверхностным слоем, падающих на поверхность атомов. Второе. Поверхностная диффузия ацербированных атомов. Третье. Встраивание в кристаллическую решетку ацербированных атомов основного вещества. Четвертое. Дисопция. Это испарение атомов, не встроившихся в решетку. Контроль растущей поверхности осуществляется методом дифракции быстрых электронов. Пучок электронов из электронной пушки с энергией 10-50 падает на исследуемую поверхность под скользящим углом 1-2 к поверхности. Электроны проникают только на глубину нескольких поверхностных атомных слоев. Они испытывают дифракционное отражение от монослоев и падают в флуоресцирующий экран. Если монослои имеют кристаллическую решетку, то дифракционная картина в виде упорядоченных световых пятен рефлексов. Если атомарно гладкая, то картина в виде параллельных полос. Другой метод контроля растущей поверхности – это осцилляция интенсивности зеркально отраженного пучка электронов, не дифрагированных электронов. При росте монослоя по механизму образования двухмерных зародышей условия на поверхности периодически меняются со временем. и периодически меняется отражательная способность поверхности. Максимум отражательной способности соответствует полностью заполненному монослою, то есть отсутствию островков. минимум отражательной способности соответствует случаю, когда островки занимают половину поверхности. Период осцилляции равен времени наращивания одного монослоя. По картине осцилляции определяют скорость роста и моменты завершения формирования слоев. При выращивании структур пунктовыми ямами, границами ям, должны быть полностью завершенные слои, и число слоев в яме строго определено, поэтому переключение заслонок должно производиться точно в моменты максимумов интенсивности. Установка молекулярно-лучевой эпитоксии обеспечивает выращивание слоев с контролируемыми достоинства технологии MLR. Возможность формирования атомно-гладких границ слоев, что принципиально важно для нано-гидроструктурных приборов. Получение перечисленного количества завершенных слоев, начиная с 109-го одного монослоя, что важно для структур с квантовыми ямами. Возможность получения резких скачков концентрации компонент в слоях. Возможность создания структур со сложным распределением концентрации основных и приместных элементов. Наличие сверхвысокого вакуума в рабочей камере исключает высокий уровень загрязнения подлоги и растущих слоев. Низкие температуры роста минимизируют диффузию в границе между слоями. Возможность контроля и коррекции роста непосредственно в ходе процесса диагностика роста. Точный контроль температуры подложки и ячейк. Компьютерное управление параметрами процесса. Недостатки технологии МЛЕ. Более дорогая по сравнению с газофазной эпитаксией из металлоорганических соединений, которые реализуются при высоких температурах и приводят к заметной диффузии атомов и размыванию границ слоев. Технология МЛЕ является главной при получении полупроводниковых наногетероструктур и высококачественных тонких пленок на основе полупроводниковых соединений. Формирование квантовых точек посредством самоорганизации при эпитаксии. Экспериментально установлено, что при осаждении атомов на подложку из газовой фазы наблюдаются три типа изначальной стадии роста. Механизм Франко-Ван дер Мерве. Осаждаемый материал смачивает подложку. Постоянные решеток практически совпадают. Происходит послойный двумерный рост. Механизм Фольмера-Вебера. Осаждаемый материал не смачивает подложку. Из различия свойств или большой разницы постоянных решеток происходит островковый трухмерный рост. Материал стягивается на островки на поверхности подложки. Механизм Странского Крастанова. Осаждаемый материал смачивает подложку, но имеется рассогласование постоянных решеток в несколько процентов. Этого механизма используется для получения массивов квантовых точек Арсенида-Индия в матрице Арсенида-Галия или квантовых точек Германии в матрице Кремния. На рисунке 2.9 указаны схемы трех видов начальной стадии гетероэпитоксиального роста. На начальном этапе идет послойный рост материала В на подложке А с образованием смачивающего слоя. Затем происходит переход к формированию трехмерных островков из материала В на покрытые подложки. Каждая вертикальная атомная плоскость подложки продолжается в объеме островка. Однако островок становится когерентно напряженным. Постоянные решетки Арсенида-Индия больше чем у Арсенида-Галия. При осуждении Арсенида-Индия на подложку Арсенида-Галия сначала формируется слой Арсенида-Индия. Этот слой, напряженный из-за различия решеток ячейки, стремятся выгнуться. При увеличении толщины слоя упругая энергия растет. Связи между атомами слоя начинают рваться. Некоторые атомы частично освобождаются. Происходит перераспределение материала и образуются трехмерные островки. Когда образуется островок, решетка Арсенида-Индия частично распрямляется и получается выигрыш в энергии. Образование островков начинается после осаждения 1,6-1,7 слоев Арсенида-Индия. После осаждения четырех монослоев получается плотный массив островков правильной формы. Если теперь на островки Арсенида-Индия снова нарастите Арсенида-Галия, получаются квантовые точки Арсенида-Индия узкозонного полупроводника в матрице Арсенида-Галия широкозонного полупроводника. Формирование массивов островков наблюдается также в таких системах. Для заданных условий роста существует определенный размер островков, которые соответствуют минимуму энергии системы. Островки охраняются поверхностями с малой энергией системы. На подложке Арсенида-Галия с ориентацией индексов Миллера равновесная форма островков Арсенида-Индия – пирамидки с квадратным основанием, то есть тетрайдеры. Взаимодействие островков на поверхности всегда отталкивание, что обеспечивает устойчивость массива островков. Для лазерных структур необходима плотность островков 11-10 см. С ростом температуры подложки увеличивается размер основания, уменьшается высота и уменьшается поверхностная плотность островков. Эти параметры зависят также от давления паров мышьяка. Подбор максимальных условий осуществляется экспериментально. Для системы Арсенид-Галия и Арсенид-Индия минимальный размер островков 4 нм и максимальный 20, когда их можно рассматривать как квантовые точки, имеющие хотя бы один энергетический уровень. Вертикальные массивы квантовых точек получают путем покрытия островков несколькими слоями материала подложки, по следующим осуждениям нового слоя островков. Островки нового слоя будут строго располагаться над островками предыдущего слоя, вследствие наличия напряжения в монослоях подложки над вершинами нижнего слоя островков. Регулируя толщину охлажденных слоев Арсенид-Галия можно получить туннельно связанные и электронно связанные квантовые точки вертикальных массивов. Нано-литография Нано-литографии Литография на нанометровом ортале Называется Нанесение на подложку рисунка Один из размеров Которого Лежит Нано-диапазоне До 100 нанометров Которого Фитографии Микроэлектроники Называют Различные методы Микрогравировки Электрических, металлических и полупроводниковых слоев слоев, используемых при изготовлении интегральных микросхем EMS. Основным методом технологии EMS в настоящее время является фотоэлитография, фотохимический метод микрогравировки, и, кроме оптической литографии, в зависимости от источника излучения, используются рентгенолитография, электронолитография и биомолитография. Это лучевые и пучковые методы. Оптическая проекционная литография. Изображение фотошаблона маски проектируется на поверхность фоторезиста с помощью специальной оптической системы. На рисунке 2.10 показано взаимное расположение элементов проекционной системы. Разрешающая способность метода фотоэлитографии называется число линии N одинаковой ширины, разделенных промежутками той же ширины, которую можно получить на 1 мм поверхности резиста. На практике под разрешающей способностью подразумевается характеристика альфа-минимальная. Фотоэлитография имеют физический предел. Разрешающие способности он определяется для проекционной системы дифракционным критерием релея. Изображение близко расположенных точек видно раздельно. при данной длине волны можно отобразить метали на поверхности фоторезиста размером до половины длины волны 2003 года в фотоэлитографии применялась длина волны 248 нанометров излучения фотоэлитографии тор-криптонного оксимерного лазера соответствует а минимальная 120 нанометров на аналитография в дальнем экстремальном вакуумном утрофиолете сокращенно ЭУФ излучение лежит диапазоне 10 тире 50 нанометров и границы с мягким бенгеном 0,5 тире 10 нанометров Эта нанолитография предназначена для изготовления микропроцессорных интегральных микросхем сверх сверху высокого уровня интеграции до 10,8 р 10,10 элементов на кристалле динам действия экстремально вакуумно ультрафиолета нанолитографы шаговое Экспонирование чипов при помощи проекционной отражательной оптической системы на следующем сканировании показано на рисунке на почке 11. Устройство состоит из четырех главных блоков. Источник ультрафиолетового излучения это 50-100 микронное облачко. Вещества мишени в плазменном состоянии при температуре 10,6 селена ионизированы до 10-20 в кратном количестве. Плазма создается импульсным лазерным излучением. Один при его взаимодействии с мишенью использует излучение ксенома. Второе. Узел маски. Поверхность шаблона. Это плоское зеркало с преговским покрытием. На его поверхности наносится поглощающий слой вольфрама. Далее хрома, в котором гравируется увеличенный рисунок EMS. Оптическая система состоит из конденсора, объектива. Конденсор направляет изучение на шаблон. Объектив переносит уменьшенное изображение рисунка маски шаблона на поверхность пластины, покрытый резистом. Зеркала конденсора и объектива имеют расчетную кривизну. И бреговские покрытия, состоящие из нескольких десятков чередующихся слоев молипетена и кремния. Кремния толщиной ганда, деленная на 4. Покрытия обеспечивают высокий коэффициент отражения, максимум которого достигается при длине волны 13,4 мм. Восьми зеркальный промышленный эуф-литограф сможет обеспечить апертуру 0,4 мм и разрешение 20 нанометров. Образец с нанесенным резистом показан на рисунке 2.11. Здесь необходимы специальные резисты с высоким контрастом и чувствительностью. Например, кремнии, водородные филановые полимеры, неорганические резист-саленит-мышьяка. Рентгеновитография позволяет достигать разрешения до 15 нанометров при использовании источника излучения с длиной волны 1 мм. Электронная лучевая литография для построения рисунка использует пучок электронов. Это медленный, последовательный процесс, в отличие от фото-литографии, в которой рисунок наносится сразу на всю поверхность. Импринт-литография. Нано-печатная литография. Технология основана на рисовании резиста с последующим переносом рисунка на пластину проводника. Изображение в слое резиста создается в физической деформации резиста. Роль облона играет пресс-форма. На рисунке 2.12 показаны этапы нанесения рисунка на резист. На подложке при помощи центрифуги создается плоскопараллельный слой резиста. Композиция нагревается до температуры размещения отвержденного резиста. Штамп выдавливается в слое резиста, который заполняет углубление на штампе. Система охлаждается до температуры ниже затвердевания резиста и штамп поднимается. Возникновение на резисте выступов соответствует углублению штампа. В местах, где были выступы штампа, остается слой резиста толщиной 10-20 нм. Удаляются остаточные слои резиста ионным травлением. В окнах резиста поверхность подложки оказывается открытой. Через окна в резисте можно производить травление подложки напыления металла. Ионная имплантация, после чего резист удаляется. Время одного цикла 10-15 минут. Например, после импринтинга, напыления, полоски металла имеют гладкость и острые углы, что недостижимо при традиционных методах. В качестве резистов используются органические термопластические материалы. ПММА, полистирен. Материалом для штампов используют кремния или слой оксида кремния. На кремниевые подложки. Для рисунков с деталями 10-20 нм. Применяют металлические штампы, изготовленные с помощью электронно-лучевой литографии с последующим напылением металла на предложку с отверстия резиста. Ширина линии от 10 нм до микрометров. Высота от 50 нм до 100 нм. Этим методом можно получать структуры с размерами до 10 нм. Детали диаметров 10 нм на расстоянии 10 нм дают плотность записи 0,15 терабит сантиметров в квадрате. На рисунке 2.13 приведена электронная микрофотография полосок металлического импринтинга напыления полос с характерной острой углы и гладкостью. Заключение. В методе молекулярно-лучевая эпитаксия пучки атомов направляются сверхвысоком вакууме на нагнутую подложку, где производится синтез соединения и рост эпитаксиального слоя. При осаждении атомов на подложку из газовой фазы будут наблюдаться три разных типа начальной стадии роста. Нанесение на подложку рисунка называется на аналитографии. Технология импринта основана на накручивании резиста с последующим приносом рисунка на пластину полупроводника. Темы конкретных заданий для СРЭ. Опишите схему дотекциального наращивания. Две типы начальной стадии наблюдаются при осаждении атомов на подложку из газовой фазы. Опишите принцип действия ЭУФ монолитографа. Расписать каждый этап нанесения рисунка на резист при способе аналитографии. Список основной литературы. Мономатериалы и иноструктуры монотехнологии. Материалы и методы монотехнологии. Старости. Мономатериалы, технологии и материаловедения. Ковтун и веревки. Продолжение следует. Спасибо за внимание.